сегодня на обзоре у нас топовый велосипед марки бмв можно сказать почти оригинальный двухподвесный литье попросили собрать как в магазине соответственно это будет стоить 150 рублей за сборку значит показываю как это работает вот у нас гайки контрящие да они просто не затянуты я могу одной рукой одной рукой не получится двумя руками вот в принципе не видно так короче гайки не затянуты просто так ставим надеемся что подшипник не развалится дальше просто накидываем руль прикручиваем педали и посмотрим сможем настроить тормоза или нет но в любом случае как бы настраивать не будем ничего я не знаю как этот велик собирают за 15 минут у меня ушло на часа полтора и так чё тут сделал значит ротора кривые настраивать мы кэш править не будем поэтому просто сделали пошире зазорчики и тогда там какой ротор кривой пошире зазорчики но работает соответственно задний тормоз то же самое то есть у нас тут все очень плохо с геометрией ротора видно да какой он кривой но просто пошире зазорчики работает наконечники мы конечно не ставим никакие потому что ну зачем это магазинная сборка вот самое слабое место это вот этот замок если он откроется и рама разложится но человек пострадает не покупайте велосипеда с таким замком он вообще не держит никак никакие винты ничего не протягивается то есть клиент по согласно инструкции по правилам велосипеда должен что сделать должен взять и перед каждой поездкой динамометрическим ключом самостоятельно проверить протяжку каждого винтика каждого болтика каждой гаечки потому что так написано в инструкции к велосипеду к любому необходимо это обязательно удостовериться перед тем как начать движение что все у нас настроено ну пришлось конечно погнуть руками то есть раму гнется руками руками пришлось погнуть задние переключатели защиту чтобы это более-менее от видно да как в коробке привезли есть был удар здесь был удар колесо не ровно стоит кстати раму немножечко кривенькая все работает то есть вот как просили магазинную сборку передний переключатель руками мнется то все это работает офигенно вот на стенде во в жизни это работать не будет вообще развалится я не знаю через сколько но люди хотят вот такой велосипед они его покупают они сами он собрать не могут они приносят и говорят мы хотим его настроить соответственно какие варианты нормально его настроить это значит новый велосипед купить то есть тысяч ну 30 хотя бы в него на вложить чтобы он нормально ездил можно сделать как магазине магазинная сборка 150 рублей то есть рубашки тросики не перекидываются все остается вот в таком вот виде толхозном этот левый тормоз у нас получается вперед назад наоборот у нас все наоборот не как у людей shimano нас руль shimano нас вы нас то есть мы не переделаем не рубашки и тросик не перекидываем как правильно ручки не правим ротор ничего не настроен не протягиваем втулки на рулевую естественно я протянул потому что руль надевал то есть это единственный вот это вот три винта которые протянуты больше ничего не протянут что-то не протянуты педали накручены педаль я до закрутил хорошо правда она не крутится нифига но это ладно у нас по зазорам зазору видите там с километровый зазор между переключателем и звездочка но это ничего не настраивается то что магазинная сборка так и должно быть в принципе что тут и настроить то нельзя потому что слишком мягкая рама слишком мягкий переключатель он идеально работать не будет соответственно сразу же блокирует с последней звездочкой потому что когда перед уходит назад его вот так вот выгибает криво косо то есть из вот этих всех звездочек последний час заблокировано вдруг он еще и улетит куда-нибудь там в эти в лопасти и сломает колесо поэтому сразу от греха подальше все равно и не настроить последнюю скорость поэтому просто мы и блокируем а так чего то он сейчас работает он реально на нем даже можно поехать метров на несколько вперед больше всего меня смущает конечно эта штука лучше бы раму заварить что если она отщелкнется в любой момент по какой-то причине либо рукой я заденут либо ногой заденут либо просто будут это ослабнет механизм заклепка представляете что будет все будет очень печально те же самые вот эти винты то есть вот этого пластмасса которые непонятные в общем людям нравятся такие велики они их покупают мы их собираем и сразу говорим что работа ничего не будет но людям это не объяснить без претензий то есть такая сборка смотри какой вы нас играет шток точнее огромный блин сколько террас такие лопасти они тонюсенькие то есть у них толщина я не знаю ну наверно меньше двух миллиметров толщина сколько там интерес проходит когда колеса кстати накачиваем тоже это сам клиент накачает под свой вес перед выездом на таком велике клиент будет вынужден постоянно проверять каждый винтик каждый болтик и самостоятельно каждый раз еще перед каждым выездом настраивать и тормоза и переключатели все остальное и настройте их даже вот получается вот они даже как бы работают даже удалось сделать так чтобы ничего не чиркало хотя тут очень сильно была кривая передняя звезда и значит будет это видно или нет молоточком ее раз 50 пришлось ударить чтобы более-менее она не чиркало то есть металл мягкие мнется и все настраивается в основном молотком вот так что вот приходите нашу мастерскую мы собираем даже такой хлам по вашему желанию не знаю зачем но если хочется просто гарантий никаких что этот велик не развалится даже через 10 метров даже через 20 метров что лучше вывода все кривы не не подлетают не знаю но если нравится покупайте